И они выглядели как-то, у них был этот образ, но у евреев был этот Бог, которого они не видят, который они не могли представить. Да, так было, конечно, по вере тогда и даже сегодня. Но поколениями учили в иудеизме и в верующих. Даже мусульмане верят, что Бога невозможно видеть. Но язычники хотели иметь то, что они могли видеть и трогать. Англии во время Викинг, их небо, иногда были даже деревьями, и они приносили эти жертвы деревьям и служили им. А в Египте были животные, было котенок, а в Индии эта корова, она считается святой. И какая разница между тем, что святое, и то, что является Богом? Да, это серое место, которое трудно понять. Но в разных местах мира есть эти животные, которые считаются божественными, святыми. Итак, это множество богов, которые они имели. Это была угроза нам, евреям и верующим. Почему это была угроза? У них были эти великие праздники. Они праздновали, и потом они приглашали людей, и постоянно евреи были готовы присоединиться к другим народам и служить их богам. Даже такой поры, что это была работа пророков в Библии, чтобы возвратить людей от того, что неправильного, от зла, и возвратить их назад, где они должны быть. Это была роль пророков. Один был послан в Неневе, другой, Исаия, Иеремия, Иезекииль. Все эти пророки. Это была их цель. Когда мы говорим о учении, у них две причины, на что они существовали. Одно было их пророчество. Например, Исаия был этот пророк гнева. Но когда мы смотрим на вторую часть Исаии, мы видим, как он утешает людей. Есть эти пророчества гнева или ярости, но также утешения. Нема другие пророки, которые после него, они больше утешали, когда люди возвратились после многих испытаний. Но сейчас, если это ярость, она была великая в это раннее время. И что он сделал? Одна из причин или способ, как они могли заменить людей, они использовали... Они не были проститутками. Но эти блудницы, это те, которые применяли петелью этих мужчин, чтобы они служили другим богам. У них это был очень важный инструмент, как КГБ или как любой агент. Использовать женщины, чтобы узнать секреты. Они всегда работают. То же самое с блудницами. Сегодня есть политические блудницы. Даже секретные службы используют их. Да, очень часто их используют, чтобы узнать секреты. И это похоже на тех блудниц, которые использовали тогда. Они даже и шли в храм в Иерусалиме, чтобы отвлечь или забрать этих людей от Бога и обратить их невнимание к идолам. Мы читаем, когда же, когда Иисус пришел, Он опустил этих зверей, потом распустил эти деньги, потому что они сделали там грех. Вы знаете, какое еврейское слово для блудниц Кадеша? Похоже на слово Кадош, когда мы говорим святое, женское слово для святое, хотя не было этих святых людей в евреях. Тора Кадеша, это святая Тора, Кадеша, это очень были похожие слова. Тот же самый корень, это связь. Блудница, это она святая проститутка. Она использует святость для своих действий. они забирали людей от их веры, используя свои позиции. Библия очень часто использует это слово. Очень часто называют всех блудницами. Но это только если стараются забрать от веры, тогда они считаются блудницей. Ра не была блудницей, она была проституткой. Хотя ее использовали чтобы убить Сесару. Есть еще одна интересная тема. Мы закончили 18 стих. Не Ра Айел. Приходим 26 глава. Но не только он убил этого израильчанина и эту женщину диамскую, которая была с ним, но наказание было еще наказание на еврейский народ. Было также поражение, которое Бог послал. сказал Господь Моисею Элизарус и Аарону священнику говоря, мы знаем, что это была казнь. Моисею было сказано, чтобы не работать вместе с медианом, но также было это наказание. Втором стиху. «Исчастлив все общества сынов Израилов от 20 лет и выше по семейству их всех годных для войны в Израиле». Еще странно, этот возраст 20, что не может быть армии, в основном армия сегодня, это когда они самые молодые, чтобы они могли воевать, это 18, не когда им 21 или 22. Да, это хорошо, но самые яркие года, они должны посетить армию. Но здесь возраст 20. И почему? Почему возраст 20? Были девушки, которые женились 14-16, может даже раньше. Это как общество было тогда. Если бы отцы также очень часто женились своих дочерей рано, почему 20 они должны идти на войну, а не раньше? Это интересное объяснение. Если было что-то очень ранее, у них еще нет своей семьи, если они убиты в войне, нет тот, кто бы продолжил их семью или их избыток. Уже нет продолжения этой семьи в Израиле, а 20 у них уже есть дети, имущество, если что-то происходит с этим солдатом, будет тот, кто продолжит, тот, кто получит их имущество. И сказал им Моисе Элизару, перед тем, к ней вы пришли в эту землю обетованную, и надо разделить между людьми. остальные также получают свою часть. Да, очень часто разделение этой земли этим коленом. Некоторые было много людей, у других было меньше народа. И этим принципом колено, которое побольше, получают эту землю, которая побольше. А те, которые меньше, или меньше людей, туда им достается меньше часть земли. И это исчисление. И есть очень много сихов. Я перешел от 2 до 52 сихов, народов. Я не хотел повторять эти имена, потому что эти имена нам ничего не имеют сообщения. Это почему я перешел к стиху 52. приход дальше. дальше. Это то дело, которое они получили, но все равно бросали жребие, кто получал какую часть. Все равно эти маленькие части, колени, все равно бросали жребие, чтобы узнать, кто получал какую часть. Вы знаете, что происходило в пустыне, потому что они говорят, почему этот получил это, а я это. И так, поэтому они бросали это жребие. Кто получает, это что оно будет. Это не Моисей решал, чтобы они не могли возмущаться на Моисея. Почему кому то попался лучше часть земли, кому то хуже. И есть дальше стихи, а то, что происходило в пустыне, и мы переходим в 64-м стиху, и мы говорим, кто получает это имущество. кто получает это на свете. Не было ни одного человека, Моисея и Иронова. Если мы помним об этом, был жертв, который не принесли не только шел из неба на алтарь, они были наказаны. Эти дети, они должны были получать эту часть земли в обитомой земле. Они не получали землю из-за этого огня, который они принесли. не остался из-за исчисления Моисея и Ирона священников, которые исчисляли сынов Израилов в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал ему, что умрет они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Галева сына Ифонина Иисуса сына Навина. Только те двое, которые прожили эти 40 лет и не вошли в эту землю, никто, кроме их. Все они все умерли в пустыне, потому что они не готовы выйти в эту обитомную землю. Они не были способны. В 27 главе мы говорим о женщинах и опять этот вопрос, который заключает женщину, женщин. И пришли дочери Салпада, сына Кефирова, сына Галадова, сына Махирова, сына Манасина, из поколения Манасия, сына Иосифа. И вот именно дочери его Махла, Махла, Ноа, Ноа, когда мы думаем о Ноа, оно похоже на английское мужское имя Ноа. Ноа это имя девочек женщины, а Ноах это мужское имя. Есть Хогла, Милка, Милка и Фирса. Фирса это похожее имя Тереса. Есть большое общество. Я пару месяцев назад был в Флориде. Где-то 1800. У кого есть имя Елизавета? И все равно есть женщины, которые поднимают свою руку. В основном они не знают откуда произошло их имя. И сказали от царицы. Я говорю внимательно послушайте, Елизавета это Мой Бог Завет или Елизавета Мой Бог седьмого дня. Это что? Елизавета означает Бог седьмого дня. Елизавет или Саббат. Они даже написаны очень похожи. Есть Ферца, которые есть Терса. Есть Иесей. Это Иешай. Пастор Марк говорил об этом. Не знаю, если вы это помните. Это было очень интересно. Марк Билдс Байбл есть эта страница первого короля Иакова в Библии. Там написано принц Яков Ямс. Не было буквы как Ж. И так его звали Яков. А по-английски оно больше звучит как Джей. И поэтому эта буква Джей появилась английская язык позже. И так говорится, что только можно молиться Иисусу только по-английски но Иисусу не могли молиться этому потому что не было даже буквы поэтому это имя 400 лет назад. Так давайте не будем смотреть на имя. Но перейдем на еврей и будем смотреть какое имя находится в еврей потому что это будет самое правильное имя. И это можно сказать о многих именах Библии. Было пять женщин девушек дочери Салпада сына Хефирова они стояли перед Моисеем. Сколько у нас времени еще? Еще 12 минут Сколько мне времени еще осталось? Пять девушек предсали перед Моисеем и пред Елизара священник и пред князей и пред всем обществом у входа с киньи собрания недостаточно 10 минут надо больше и сказали Моисей Елизар священник князи Отец наш умер в пустыне и Он не был в числе сообщников собравшись против Господа со скопищем Кореевых мы поняли эту историю Корея как они восстали против Бога Он не был их в числе но за свой грех умер да люди грешат они наказаны и умирают но это ничего не связано с Крем и у него не было сыновей а сыновья были те которые получали это имение раньше это было нормально только много лет спустя когда мы думаем о правах женщин они даже не могли голосовать не так давно так на свете и шло сына за что исчезать имени отца нашего исполни его потому что нет у него сына дай нам удел среди братьев отца нашего они должны все получить эту часть земли которая принадлежит имя Израиля и они просит это на свете за своего отца который умер но это не было обыкновенно чтобы отдавать землю женщинам это было так запутанно что Моисей даже не смог ответить на этот вопрос лидер который сделал прекрасное решение для народа эти чудеса ради имени Бога он даже не мог решить этот вопрос и представил Моисей дело их Господу он спросил Господа что делать эти женщины спрашивают я не знаю что делать и сказал Господь Моисею правду говорят дочери салпадовы дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их и сам объяви и скажи если кто умрет не имея у тебя сына то передайте удел его дочери его смотри как это продвижение это времени ты так улыбаешься да нам это нравится да это очень важно это большой шаг чтобы сделать такое решение но в законе есть разные части если же нет у него дочери передайте удел его братьям его а потом дальше говорится если уже нет у него братьев отдайте удел его братьям отца его дочери мужчины если нет сына тогда приходят к брату если не брату потом брат отца если же нет братьев отца его отдайте дело его близкому его родственнику это тоже мужской род родственнику все равно близкому родственнику но он мужчина из поколения его чтобы он наследовал его эти дочери отца но они все вторые третьи четвертые это был закон и это для основ здравия постановление закон как повел господь моисею и сказал господь моисею зайди на сигору авари не авари а авари и посмотри на землю которая дается нам израиваем это не те которые умерли пустыня когда посмотришь на нее приложите к народу своему и ты как приложился арон брат твой да ты увидишь что ты умрешь ты не войдешь в эту землю и причина для этого потому что вы не послушали исповление моего пустыня сын во время распри общества чтобы я видеть перед глазами их святость мою при водах миривы вы уже знаете эту историю я не буду проводить там время сказал моисей господь говоря да поставит господь очень странно звучит да поставит господь бог дух всякой плоти над отчеством всем человека что это странно мы слышим дух бог но как-то необыкновенно бог духов мы знаем бог милости бог любви бог ярости или бог кто наказывает какой-то бог дух какие-то духи о которых к которым он обращается над обществом всем человека который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними который выводил бы их и который приводил бы их чтобы не осталось общество господнее как овцы у которых нет пасыря Итак, один может взять, забрать и что-то сделать, и быть лидером, но в 18-м сиху, и сказал Господь Моисею, «Возьми себе Иисуса, Сына Навина, человека, в котором есть Дух». Подождите, а другие люди, у них что, нет этого Духа? Он говорит о Богу Духов. Конечно, у них все равно есть этот Дух внутри их. Но когда мы смотрим на комментарии, я прочитал где-то 80 комментариев на этом месте, но ей не знают. Да, можно предполагать или угадывать, но мы точно не знаем. Но самый подходящий ответ – это Дух лидера. Но мы это сегодня понимаем. Если это Дух жертвы, но я не знаю, если это была теминология в то время так же. Так, мы можем предполагать, мы только можем объяснить это слово с нынешнего понимания, и это не всегда будет правильный ответ. Бог Духов. Да, все равно как-то странно озвучить Бог Духов. Господь Всемогущий. Но когда мы слышим Бог Духов, у него есть душ, в котором есть Дух. По сравнению с другим, у него есть какой-то Дух, но он другой. И на еврейском языке есть говорит о людей, которые имеют этот великий статус, которые делают прекрасные вещи. Они делают прекрасные вещи, великие дела доброты. Их называют «Люди с Нешама я-Тера». Это для вас новое выражение. Это с лишней душой, дополнительной душой. У них дополнительная душа. Да есть душа, которая заботится о себе, но есть дополнительная душа, которая заботится о других, которой они делают доброту для других. Их жертвует столько. Я знаю многие, которые видят пастора Марка, как он этот человек с дополнительной душой, его любовь к Израилю, эти учения. Да, это нелегко пастору здесь, в этой стране, чтобы учить Тору. Каждый из нас, вы очень храбрые, вы следуете этот огонь, который горит в вас, и слушаете, и учите другим. Я также говорю дрем, которые смотрят вокруг мира, которые также слушают пастора Марка. Несмотря на эти разные мнения и мышления, эта община имела атаку против них, что-то написали на стене. Ему это смешно. Это его не пугает. Он живет верой, верит, что Тора, не только для евреев, но также для верующих. Если нет времени поверить об этом, на второй части будет целый ролик об этом. А важность, что в Торе, то, что есть целая дискуссия. Это мысли. Мы не знаем, что именно Бог Духов означает этот Дух, дополнительный Дух. Может, что потом произошла эта терминология, дополнительная Душа. Моисей говорит, «И поставил пред Елизаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их. И дай ему отца в твоей, чтобы слушала его все общество сынов Израилевых». Это мужчина, которому я полагаюсь, я даю ему часть своей славы, своего уважения. Я говорю, вы должны уважать его, как вы уважали меня. И есть то, что находится в ваших листочках. И будет он обращаться к Елизару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. Урима — это Итуми. Это способ, как общаться с Богом, между человеком и священником. И некоторые священники это делали, и некоторые пророки. Это двустороннее общение. Мне кажется, в ваших листочках есть. Я хотел побольше поварить об этом. Но, конечно, как всегда, у меня нет времени об этом больше поварить. Итак, я буду останавливаться здесь, и других двух глав Торы, 28 и 29 глава. Есть разные детали. Какие жертвы? Часть закона, которая уже закончена. И в второй части вы услышите эти детали. Что уже прошло, и что все равно нам подходит. Большое спасибо, что вы пришли. Многие благословения. Шалом. Шалом всем. Молите за Израиль. Мы все молимся. Большое спасибо, доктор Гиги. Думаю, это так интересно, что я думаю, что он может часами об этом говорить. Давайте встанем. Давайте благословим. Благословен ты, Господь наш Бог, Создатель Царь Вселенной. Ты благословил нас Торой Твоей правды. Ты благословил нас всем советом Твоего Живого Слова. Через силу Твоего Духа Святого, через оконченного дела, Мессии Иисуса. Ты посадил между нами жизнь вечную. Благословен ты, Господь наш Бог. Можете идти на перерыв, как пастор Марк всегда говорил. Я хотел сказать, что очень печально, ужасная вещь произошла в Израиле. Это поддерживается Леваноном. Они убили 10 людей, включая детей, которые играли в футбол. Это ужасное время, которое мы проводим. Да, это очень ужасно. Я постараюсь об этом не думать, потому что у нас есть тема, которую нам надо поварить, если вы можете молиться за Израиль, чтобы они могли победить этого врага. Тема, о которой я хочу говорить, я не знал, что я не говорил много о Риме Тумиме в прошлой части. Я постараюсь об этом тоже поварить, но я поварю о теме антихрист или антихристы. Это в нашем числе есть больше, чем один. В реальности очень много людей, которые представляли и говорили, что они Мессия. Некоторые даже упоминаются о Новом Завете, даже от времени Хошем Менуин и Маккавеи, когда Рим был очень сильным, и Израиль был в опасности. Были эти лживые Христи, которые появились. И да, это очень опасно. И многие люди об этом говорят. Несмотря на то, что мы знаем, что они опасны, они все равно могут прийти и быть очень эффективными, и даже убедить много людей, великие популяции за собой. И даже перед истреблением храма были многие, многие лжи Христы, которые обещали спасти Израиль. Есть те, которые рушили этот мир в городах. Они обманывали людей и вели их в пустыню, чтобы показать им чудеса. Они постарались повторить эти чудеса. И это очень важно, чтобы за этим наблюдать. Это знаки. Знаки спасения. Знаки спасения. Какой знак мы ожидаем, чтобы знать, что Мессия возвратится и приведет спасение? Мы все ожидаем спасения. Особенно в это время. Израиль это ощущает каждый день. Даже весь мир. Даже нормальная, даже хорошая часть мира, где нормально живут, все равно ожидает. Они понимают, что что-то должно поменяться. Итак, мы так очень готовы. Очень легко, чтобы нас обольстили в это время. Потому что мы ждем Мессию, чтобы Он восстановил это Царство и эту веру. И в Новом Завете это мы считаем. Это Царство Небесное уже здесь. И что я сказал это в Новом Завете, это Царство Божие. И это, что означает обольщать, или как заманивать людей, чтобы других убедить. Это в книге «Война». Есть разные стихи, где можете это прочитать. В году 44-м, после Христа, был уже Христос, Теодос. Он даже упоминается в Новом Завете. Он собрал людей возле Иорданской реки. Он сказал, что разделит воду, и что люди смогут пройти по суше. Это дважды произошло. С Иорданской рекой дважды. С рекой, а также с морем. И это знак спасения. И римский офицер, Каспиас Паудис, послал своих воинов и убил много из них. И также убил Томас. И я покажу, где это написано также в Новом Завете. Матфея 23-23. Это предупреждение. И это предупреждение подходит нам, как оно подойдет в то время. Тогда, если кто-то скажет вам, «Посмотрите, есть Христос!» Не верьте им. Здесь и там. Не верьте им. 24-й стих. «Потому что будут лжи Христы, лжи пророки». Не только лжи Христы, но даже лжи пророки. «Покажут великие чудеса». Даже если возможно, чтобы обеспечить тех, которые выбраны. Мы все избранные. Да, мы нормальные люди, но будут те, которые как лидеры, которые отвечают за разные общества. Когда мы думаем, как важно это может быть. Сегодня с искусственным интеллектом, где есть многие разные способы, как объяснить звуком и картинами. Очень легко взять человека, который не настоящий, представить фотографии их и даже как они видят новости. Вы знаете, что используют кто-то, держит заложник, держит новости, и там есть дата, чтобы они могли показать что-то реальное. Люди с искусственным интеллектом можете показать что-то новости, реальное, использовать эти голоса. И это, конечно, много пульсит. И это, конечно, придет перед Христом, антихристом. я поверю, что есть многие, которые нападали на евреев. И есть разница между евреями и верующими. Мессия это еврейское слово, это еврита. Иде женщина, которая говорила людей, с которыми она познакомилась с Индией. Может, она там? может, пожалуйста, выйти наперед? Мы поговорили про 10 колен, которые идут в Индию. Шерен подошла ко мне и сказала, вчера я был в Шаббат общении ее соседей с Индией и мы объясняли про Шаббат. Это было все новое для нее. Но слова, которые она сказала на Инду, она была куча. Это религиозная песня или религиозная молитва. Хала, когда мы празднуем свой наш религию, тоже есть сладкий хлеб. Это было так интересно, как эти соединения о том, что даже он сегодня говорил. Большое спасибо. Даже той местности, как пример, провести с другими людьми. Я не знаю, все, кто их знает, это шаббат. священство, кейхуна. Это кейхуна на еврейском. Это кейхуна на Это кейхуна в Хавайе. Очень богат кейхуна. Это великий священник. Это очень важно, очень реально. даже то время знали. Было чуть труднее показать или представить эти чудеса, если вы не настоящий чудотворец через сила Божия. сегодня будет намного легче, чтобы представить, лепитворяться, подражать кому-то. И может облицить простых людей. И не боимся тех, которые говорят, о, я Мессия. Да, есть эти границы. Но очень легко нас облицить чудесами. Это технология. Это продвижение в технологии. они похожи нам, как будто это настоящие чудеса. И показывают, что Мессия пришел. Деяние 5, 36, 37. что это здесь. И пред Сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему писал около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, расселись и исчезли. И в то время есть еще один. Христос был с Галилеи. Дальше читаем. 37 стих. После него во время переписи явился Иуда Галилеан И Уда Галилеан Галилеан и найти последователей. Я упомяну еще некоторых. Некоторые из них очень важны, особенно влияние, которое они били на общество. Был сирийский человек. Сирия была часть, например, Павел ишел в Дамаск. Когда он ушел в Дамаск, это часть этого еврейского мира, или часть мира, который евреи знают. Звали Сирий Ге Сириони. Также упоминается в письмах мудрецов Шара Седык. Пути правед или Шария, мы знаем слово Шария. Это религия, часть мусульман. Это было во время Второго Калибра, Второго Омара в году 717-720. Калибра этот очень многих проблем для них создал и заставил их принять эту веру Мухаммеда. Произошло только 120 лет после Мухаммада. Это когда евреи ожидали, что Мессия придет и их спасет. Сириони просил их евреев. Я увижу это подсоединение между евреями и верующими. и они оба начали ждать Мессию. Некоторые подошли к попу. Сириони сказал избавиться от этого бремени царства, которое над ними, от бремени Торы. Часть Талмуда это комментарии Тора как жить дневную жизнь. Даже сегодня люди исполняют Талмуд. Это комментарии на Библию. Иногда Библию чуть трудно понять, что означает, как это связано с нами. Ни законы или правила. да, у пастора Марк будет интересное учение, что мы недавно заметили это. И мы это видели с другой перспективы. И это прекрасно. И это будет Марк Билд Библия. Как разделять Тору. Или как понимать Тору. Я чуть об этом поверю. мы читали Галата. Последняя на чем мы работали с пастором Марк, мы читали Галата. И давайте поверить чуть об этого. Пастор Марк, больше поверить об этом. Может на этой неделе, на следующей. Галатии и 2-го коринфянам. Когда мы говорили, мы работали над Галатой, 1-го коринфянам. Мы встретили там проклятие Торы. Проклятие Торы. Это очень... Мне не понравилось проклятие. Есть проклятие, которое мы читаем числах. Но мы потом заметили что-то столь прекрасно. То, что связано или подходит всем нам. Мы знаем эту идею, что вы спасены верой и не делами. Делами это делает разные действия. Вера... Это мы спасены верой. Какая проблема с законом? Почему закон считается ужасным? Когда мы слушаем закон, есть это как говорят с неуважением. Ой, Ой, надо избавиться от закона. На законе написано, что это принявлялся отцу и матери. Часть закона это не убивай. Не обмануй. кради. Итак, мы уже избавились от закона. То было тогда, а теперь мы можем делать, что мы хочем. Теперь мы можем даже убить, кого мы хочем. Что все включено в это? Все, вся Тора, мы не можем избавиться от нее. Нет. И что подходит нам, а что не подходит, это то, за чем будем следовать. Почему мы говорим, что все, уже закона нету, что уже нам закон не подходит. Это теология, которая неглубокая. Чтобы говорить, что уже нету Торы. Это очень мелкая. И это часть этой теологии заобещения. Не принимайте это. Почему это общество собирается, почему пастор Марк учит? Это приносит Торы к народу. Это всю Тору? Нет. Есть часть Торы, часть закона, закона, который к нам не подходит сегодня. Да, можете это сказать. Нет уже жертв сегодня. Да, их уже отменили. евреи говорят, когда храм был истеблен, уже не было нужды для жертв. Может скоро восстановиться. Пастор Марк говорит об этом. Я не хочу это затрагивать, но можете с ним поговорить. Но верующим, когда Христос пришел, да, в Исайи написано, я накажу грех людей на этого человека. Это обращается к Христу. Это большая часть закона. Есть эти детали, как носить эти жертвы, какой часть животного надо сжигать, какой нет. Что должен делать, как это делать. Это часть закона. И мы часто об этом избавились. Но полный закон или полный тора, мы не можем от его избавиться. Но если мы углубимся в уставе тора, мы видим, что есть различение между два разных закона. Первый называется закон между человеком и человеком. Бен Адам Хеведор. Бен Адам Хеведор. Это отношение между людьми. Другой вид закона называется закон между человеком и местом. Мы говорим о месте. Это мы обращаемся к Богу. Между человеком и Богом. Различение. Есть законы между человеком и человеком и человеком Богом. Что включается в эти законы между Богом и человеком? Это ритуалы. Как делать суку, как исполнять субботу, как делать кошер. Эти законы о еде. Это не связано с человеком. Субботу мы сами исполняем. Суккот, когда мы говорим о празднике в Скинии, надо четыре раза махать вперед, потом сзади. Есть очень много часть этих обрядов этих древних времен, но люди даже сегодня исполняют, особенно евреи. Это законы между человеком и человеком, и также между законом и Богом. Чтобы не говорить имя Бога тщательно, то говорят между Богом и местом. Когда мы время еще в Новом Завете, очень легко объяснить, написано Матвея, это дакцальные люди должны были различить между этими двумя законами, между человеком и Богом, человеком и человеком. сказали законы между человеком и человеком. Это легкие законы. Да, это не сильно важное, можно сказать, легкие. А между Богом и человеком и место хамурот. Это тяжелые законы. хамурот. И мы можем слышать, что есть проблема в этом различении. Даже сегодня так называют его. В Матвея мы читаем, говорят, как нам обращаться к закону. Христос, еще объясни нам. Он сказал, что теперь они оба важны. И теперь они то же самое. И это вся идея о том, что важно, что легкое и что тяжелое. Это не легкие законы. Что тяжелее делать эти обряды, которые требуются от нас в Торе, суббота, сукот, другие праздники. Но это часть обрядов или действий, которые мы делаем сами. Или быть хорошим человеком. Не воровать, не обманывать, не обкрадывать. Есть очень много грехов. Все конституции Соединенных Штатов, целый список, что не позволяется. Это в основном заключается между людьми. и когда говорят о жертвах, этот закон в Англии, который обыкновенный закон, и это в основном законы между людьми. Это как люди живут, и это как наказывают эти законы между людьми, или между человеком и народом. Например, если вы сильно быстро едете, вы не вредите другому человеку. Можете кому-то повредить из-за своей скорости, но это между человеком и государством. Итак, когда мы делаем это развлечение, когда мы в Новом Завете мы читали о проклятии Старого Завета мне это не понравилось. И пастор Марк, я даже не знал, откуда это происходит. В Старом Завете проклят тот, который не уважает своего отца и мать. Все эти проклятия называются проклятия Торы. Это проклятия те, которые не исполняют эти законы между человеком человека. Но есть один, который вредит проклят тот, кто делает это идолом. И стих продолжает. Потому что тот, кто делает эту статую или идолом и потом прячет. Это не саламе Бог может наказать ваш целый дом. И тогда вы делаете вред другим, который в вашем доме. Это почему-то также принадлежит этих законов, которые между людьми. пастор Марк записал это. Вы услышите это Марк Билд Библия. Много верующих даже не могут подозревать об этом вопросе или не зеленый идолием не никаких объяснений. Это непонятно. Но это важно понять. Потому что без этого никто не может понять Новый Завет. Вы не можете понять Новый Завет, идеи и учения Христа. Если вы не знаете это, и зная это, объяснится в больших деталях пастора Марком, это часть теологии. И это на моем уровне. И он будет это учить скоро. Это Марк Билд Библия. На первой страничке есть способ, где вы можете слушать вот здесь и вы сможете нажать и услышать комментарий на тот стих. Это часть этой Библии. Да, это прекрасно. Это часть этой Библии. Видите стих? Если это важно, у него есть комментарий. Это не три часа, и вы слушаете. Знаешь, на интернете, и вас остановите. комментарии. Но они очень интересные комментарии, и короткие. Один, две, может, три минуты. О теме, которая подходит к тому стиху. Вы можете нажать, услышать, и дальше. И тысячу поправлений, которое написано в зеленом, уже текст не черный, а после многого углубления, он увидел, что больше исследований, он узнал, что это больше подходящие слова. Возвращаемся к теме же Христалил. Это начинается у евреев, и это связано с изламом и христианами. Его назвали Давид Роял. Он родился в городе Амедия, Ираке, 1160. Он призвал всех евреев в Азии, и он сказал, что он представляет Бога. Он сказал, чтобы избавить их от этих страданий, чтобы освободить и привезти их назад Израиль. Это цель каждого мессии, возвратить их назад в их землю. Он собрал много людей. Он даже дал им оружие, под их одежду он дал эти оружия. И они персидскими правителями воевали. Мы верующие о нем говорили, что, конечно, когда его убили, тогда он воскрес. И он стоял перед этим лидером, он видел, но его не видели. Эти истории про легенды, да, эта история в эту категорию подходит. Его следователи, что он утешитель. Тот, утешает. Потом создали секту Менахами, те, которые утешают. Евреи Багдад были наказаны, им надо было заплатить омно, денег из-за этого восстания. Еще один очень известный Давид Харувин. Давид с коленом Рувима. Он сказал, что он брат царя Кебар, тоже в Арабии. Его посолили попу. Его попросили воевать против Измаила. Когда мы говорим, кто-то из Измаил, это мусульмане. Он сказал, что он с потомков Рувима, Менасе, и он сказал, что там колено Манаса, и его цель, чтобы собрать всех евреев, евреев в то время, которые за морем, и чтобы восстать против Измаилтян. А поп седьмой принял его с великой честью, 1524. И после его приняли перед царем Португалия, они думали, что он будет служителем для них, против этой мессиси, которая считалась мусульманской. Но потом кардинал Силия, он боялся что-то повредить верующую веру в его стране. И какая проблема? Из-за Робини, еврейский это мессия, теперь его принимает Папа Римский. Они боялись, что вы знаете, как в году 1492 царь и царица Испании Избелла. Это было 9 авгу, то время сказали, что это последний год, чтобы они против Галии как евреи. Если они хотели оставаться там, им надо стать верующими. Но если они не стали верующими, тогда они были наказаны инквизицией. И они обследовали те, которые считались еретиками. Нет. Они следовали за еретиками Библии. Или вы превратите верующим или уходите с земли. Конечно, они могли уйти с землей и с деньгами. Они ушли очень бедными. Даже те, которые часть Европы, они все испанские евреи. В Румынии и Англии даже в Восточной Европе в Англии тоже они пришли от Испании после этого закона. Но те, которые остались, они должны были стать верующими. Но это сделали, чтобы не уйти. Да, иногда очень трудно уйти и оставить землю, свой дом. Так они сказали, они стали верующими, но не всем сердцем. Они поняли, что они настоящие верующие. верующие постарают исполнять кошер, они послали шпионы, они видели, как они зажигают свечи, пятницу, старали их встретить в ресторанах, и заметили, что они кушают свинь, свинью, или это сало. Они избегают этого. И из-за этого их наказывали. лето была часть церквизации. Этот кардинал боялся, что теперь, когда это пробуждение еврейской мессии, он боялся, что эти свиньи по-испански это те, которые превратились, возвратятся в вере своих отцов, что они придут в христианство в едуизм. Плато-человек юнофирис. Он уже отошел от христианства, он сал пять иудеям. У него очень известное имя. И потом его сожгли от до фея. Это во время инквизации, где многие их сжигали и убивали, он там умер. Он начал пророчества. Отец читал его пророчества. Это прекрасный еврей. Да, он очень опасный же Христос. Он очень красиво говорил. Из-за этого его осудили, его сжигали и не хотели этот поп римский. и он сказал дай им вторую возможность. И сказал, что он пообещал, что он опять будет назвать себя мессией. Его простили. Но пару дней спустя он опять это начал делать. Он думал, я исполняю мессию Божию. Потом его поймали в Испании. Неправильно. Первый раз его не убили. его поймали в Испании. Его убили в тюрьме. Его ядом. Отравили ядом. Самый опасный из всех Шапса Ви. У него было целое движение. Называется Саббатинизм. И даже результат работает сегодня. Есть те, кто называют Дунма. Это очень распространено в Турции. Он самый опасный и самый сильный в эти времена. Он родился в Измире, в Турции в 1626. Он перешел в Кушман. И познакомился с султаном. Когда мы говорим о империи оттаман. Да, это не была такая большая, как римская. Это Турция. Это где начиналось христианство. После римской империи потом разделилась на две. Была северная и это повлияло на большую часть Европы. Даже до Англии дошло. И западная часть. Потом есть другая восточная сторона римской империи, которая доходила даже до Азии. Израиль была над их государством 400 лет. И так они контролировали большую часть земли. И потом, конечно, очень скоро это римское царство отошло, и это стало первое христианское царство. это началось в Кантон Истанбул. И перед тем, как они стали верующие, это верующие царствия, и это началась там католическая церковь. Он родился в Измир, он перешел в Кушта, но перед тем, как мы говорим больше о нем, он был очень опасный. Я чуть-чуть объясню теологии о нем. почему он там многих понравился и так многих обысил. Мы думаем, что облачение пойдет благодаря технологии. Но в то время эти чудеса были показаны другим. Но после него я пропускаю, но потом я возвращусь. Яков Цви это сын Шватцкови. он облачение отвергал за всех, кто также. И он заменился как Мессия. Да, хотя отец сказал, что не был Мессия, он продолжил. У него было тысячи, которые следовали его. Многие превратились в мусульманов, и они перешли в Мекку, то место, которое каждый мусульманин должен посетить хоть раз в своей жизни. И в то время Александрия тоже стала великим местом верующих. Там много писателей этих верующих книг, которые служили как фундамент для католической церкви, и потом дальше протестантской церкви. Его сын Берихи 1740, его сын тоже считался Мессией. Это не предстает. Он сказал, что он также сын Мессия сын Иосифа. есть две части Мессия сын Иосифа и сын Давида. Например, Иисус он с стороны Давида или с другой стороны. И это теология, которые я ставлю для пастора. Время. Мне немного времени остается. является. Давайте я скажу, почему он был такой сильный. В августе 1660 года, это после многих погромов или многих испытаний, где многие веры убили евреев, это было движение против евреев, которое произвели во всей Европе. Это было в России, но это большинство в Европе. Это движение против евреев, это было во всей Европе в то время. Даже в то время евреи могли приобрести обучение. Они сказали, что только один еврей позволялся на девять неверующих в университете, где было тысячи студентов, только можно один или два еврея были. И это было нечто по сравнению с тем, что многих евреев убивали, избивали. И евреи, это было трудно. Они просили спасения каждый день. Они жили в бедствии, боли каждый день. И это было прекрасное время, чтобы Мессия появился и обещал спасение. Он обещал верщик та же. Я объясню то, что, может, вы раньше слышали. Вы слышали Каббала. Я не знаю, где вы это приобрели. И вы думаете, что Каббала — это что-то плохое. То, что вы должны избегать. Нет ничего плохого в Каббала. Но нет ничего хорошего в нем так же. Но нет ничего плохого. Каббала — это делать Бога величием. Но когда неправильно использовать Каббала, когда использовать его неправильно, это заключается проблема. Люди веровали это всем сердцем, они верили, что правда здесь, чтобы знать это, что придет к спасению. У него были хорошие начала у Каббала. Они хотели возвысить Бога, чтобы он опять был великий, чтобы было больше уважения. Были хорошие намерения. Но когда они правильно использовали, это где проблемы начались. И как это связано с нами? С одной стороны, есть все люди, которые очень обижаются. С другой стороны, они ждут это спасение, чтобы их спасли, чтобы эти страдания закончили. То, что они так поглощены. в этой очень важной земле, где духовно были готовы принять любое. В году 1660 Польша, одна из самых великих скул у евреев, Ешива, это где очень много оттуда мудрецов произошло. они сказали, девушки и мужчины, я спаситель, который пришел к спасению Израиля. Сказал, не было того, что мы больше ожидали, но они не были глупцы. Может, мы увидим доказательства. И он сказал, конечно, он приносит это письмо, которое написал, самый великий человек, написал Каббала, на фанзе Газы. Тот же самый Газа, против которого мы воюем сегодня. Это не совпадение, что люди хотят возвращаться, опять жить в Газе. Да, там много изучений происходило в Газе. У него шесть имен. Его назвали Равин Нафана, который из Газы, но оригинально из Иерусалима. Он приносит это письмо, и в письме написано, что он Мессия. Но этот великий Равин услышал об этом. Он хотел познакомиться с ним. перед тем, он говорил, что он Мессия, но он никакие действия не делал. На Равин, Нафана, ты, Мессия, я тебя ожидал, я знаю, что ты, который принесет спасение в Израиль. Он говорит, что ты хочешь, чтобы я сделал? Действуй, делай что-то, принеси это спасение. Он посылает его в Европу. И вот эти логические обманы приходят. В книге Зохар это одна из их Кабала. Он приносит эту книгу, он начинает читать каждую 50-ую букву в книге Кабала. И там создаётся это предложение, что кинь это Мессия. Они сказали, что это доказательство, потому что они уважали Кабала и считали, что это очень важное, что это ключ к правде. Они это увидели. Они начали следовать за ним с ревностью. И что ещё в Кабале, я скоро скажу вам, это доказательство, что он написал в Кабале. Люди начали следить за ним. Это не жива. Это молодые люди. Это люди, они начинают с раннего мудрецами, лидерами, другими позиции. Они стоят очень мудрыми. И они также последовали за ними, потому что они увидели, что доказательство в Кабале. Он чувствует, что ему надо какие-то действия делать, вратим статус. Мы говорим об этом первом серьезном антихристе. Мессия. Христиане также заинтересовались с ним. Они слышали о Кабале. Они еще не боялись, они думали, что это что-то глубокое. Но этот страх, который вы слышали теперь, что надо ее избегать. Он готов. Он знает, что ему надо действовать, как Мессия. Первый шаг, он наслаждает людей и возвращает землю в Израиль. Так он это время лидер султан. Я не помню его имя. Он идет к этому султану и султан в Кушта, где сейчас Константинополь. Он навред 5-7 минут. Посмотрите ему, освободи мой народ. Это султан. Мне очень мало написано об этом времени. Он сказал, похоже на такие слова. Рай, мне понравилось, что ты сказал. Но это два выбора. Первый, ты стоишь мусульманином. Второе, ты видишь это дерево, которое возле моего дома. я повешу перед закатом. Вы знаете, что первое время Мессия решает стать мусульманином. Если вы стоите верующим, вам не надо нести большие кресты как то время. Никто не видит, но если вы стали мусульманином, вы держите эту одежду, вы можете очень легко увидеть этого настоящего мусульманина, потому что они поклоняются пять раз и молятся к Мекке. Итак, тысячи евреев с ним, чтобы разрешение, чтобы возвратить свою землю, как Моисей сказал. И вот приводит их Мессия, и он теперь мусульманин. он падает на колени и молится Мухаммаду в сторону Мекки. Как это объяснить? Это как надо использовать кабала. Кабала в том много деталей, но два принципа, два самых важных. Первый это теория в Арии также написано. Это Бог был это был свет, который давал свет всему миру. Но когда-то в истории он разделился и он стал всему миру. Эта часть света перешла на эти маленькие огоньки, которые не так глубоко, но чуть-чуть под землей. Они везде находятся. Эти искры везде. Но надо человеку копать в земле, чтобы достать эту искру. Видите, это метафор. Вам надо работать. Мы должны стараться, чтобы приобрести эту праведность. И эта идея, что это праведность спрят под землей, чтобы принести эту искру. Это первое принципы Кабала несут. Это искра. Второе важное принцип это отхождение от праведного человека. это действие, когда вы копаете в земле и потом находите эти искры. И потом они приносят праведность и все эти благи. Объясняв это, во имя Кабалы три вещи, что еврея не может сделать. Это превратить в поверь другую или принять другую веру. но объясняет еврея. Он говорит, да, преобразиться в другую веру это плохо. И он сказал, что превратиться в мусульманина это хорошо. и было много евреев, которые также стали мусульманиной. Он сказал, что вы не можете кушать свинью. Он говорит, когда вы копаете, вы можете сделать все, что является против и твория. И он начал делать ужасные вещи. Самое ужасное, что вы можете представить, и даже хуже. очень ужасное. И эта группа Думи, они в Турции. И это очень ужасное время. Но когда они поняли, что эта ситуация ужасная, не было больше евреев. Уже никто не хотел посылать своих детей в разные школы. Он сказал, использовали эти школы, чтобы учить каббалу. Я так обвал их разум и сердца. Все, им нельзя идти в школу. Но нет телевизора, нет записей, никаких учений. Как продолжать это еврейское обучение? Как держать эту веру? В время было невозможно исполнять эту веру, кроме если вы посылаете в эту школу. И они позволяли в нормальных школах. Им пришлось и надо было идти в школу, но они не могли. Пришел этот человек, Хаббал Ашемто, он сказал, подождите, какая у вас проблема? Мой ребенок никогда не пойдет в те школы, те места, потому что они болезли их. И мы очень 60-70 процент молодежи в Европе обращены и потеряли свою веру. Он говорит, вы верите, что Бог везде? Вам не надо идти в синагогу, давайте делать в вашем доме, сзади вашего дома. Он принес радость людям. Он сказал, я буду учить ваших детей. и он шел с одного места другому и учил. Приедет их дома. Он сказал, давайте будем праздновать здесь. Это было очень темное тяжелое время для них. Он сказал, надо нам радость. Это называется хасидизм. Это человек, который начал движение хасидизм. Я закончу здесь. Большое спасибо, что пришли. Я не все говорил, самое важное по верению.